развалины термесоса античное мегалитическое строение в турции в труднодоступных местах планеты скрыто от глаз много древних строений предыдущих культур и цивилизаций это и сотни неизвестных городов майя в южной америке и дворцы в джунглях камбоджи обнаруженные с воздуха лазерным сканированием или по-другому эта технология называется лидар и есть неизвестные скрытые в песках и частично разрушенные пирамиды в египте были новостные заметки но фотографии и подробности про это крайне мало к сожалению нет и любителей которые бы добрались до развалин чего-то грандиозного показали интересные детали а в туристических местах в основном снимают только красивые виды и себя на фоне их предлагаю посмотреть один интересный нетуристический объект расположенный северо-западнее туристической антальи в турции место называется развалины термесоса в горной местности находится древний разрушенный амфитеатр на 4000 мест из первых фотографий сразу можно задать вопрос в горах проживало столько населения что для собраний зрелищных представлений необходимо было построить такое сложное и огромное сооружение полей здесь нет террас для земледелия тоже не видно история говорит что выращивали здесь оливки вот так выглядит наш объект с аэросъемки также нужно отметить что он не входит в туристические объекты с массовым посещением в сезон можно встретить не более 10 человек хотя от анталии всего 30 километров и почему же было выбрано именно это место для строительства амфитеатра непонятно во первых я думаю здесь имелся выход пластичной породы для строительства да тот самый геобетон из него формовали эти мегалитические блоки как саксай у амане конечно же у этого места есть официальная история и легенда и история говорит что во времена александра македонского здесь проживало до 20 тысяч жителей тем не менее термесос так и не был взят этим завоевателем он делится на несколько объектов амфитеатр базилики емкости для воды гробница алкета и некрополь где был сам город неизвестно остатки от каменных домов улиц должны же были остаться но от них нет и следа этот объект наталкивает на мысли что это какое-то техническое сооружение наподобие наших радиотелескопах в горах это радиотелескоп арисибо есть такая версия исследователя александра махова что многие мегалитические сооружения это объекты для космической связи прежней высокоразвитой цивилизации цивилизация которая умела такое построить должна была обладать и другими технологиями и возможностями но есть и иная версия солнечной печью для плавки металлов и она мне как-то больше нравится на фото солнечная печь в узбекистане аналогичная установка есть и во франции геометрия амфитеатра очень подходит под это сооружение устанавливая зеркала фокусируя их в зависимости от положения солнца над горизонтом динамическая фокусировка и без топлива для печей можно плавить любые руды получая металлы но это лишь альтернативной версии расположение ступени амфитеатра полукольцом как раз говорят о возможности поставить и сфокусировать зеркала таких амфитеатров по всему средиземноморью сотни да и название если исходить из утверждения что все языки были созданы из русского говорит само за себя только надо правильно поставить ударение не термесос а термосос температуру сосущей вот и ответ термо насосная а никакой не амфитеатр и город здесь был ни к чему для чего собирали и использовали солнечную энергию другой вопрос и в какой период времени тоже вопрос почему нельзя было использовать например атмосферное электричество если это было в средние века но в этом сооружении есть еще много чего интересного например довольно качественная кладка на мой взгляд по качеству она очень приближена к полигональной кладки в перу блоки изготавливали не механической обработкой породы и вот почему я так считаю обратите внимание на этой фотографии выделены цветом выступы которые в южной америке в полигональной кладки называют боссы соски механизм их появления относится к бетонной технологии и здесь была применена та же технология формовки наплывы сверху блоков говорят что вверх опалубки был неровный некачественный и массы выливались из опалубки здесь блоки кладки тоже напоминают полигональную своим качеством и геометрии они также раздуты конечно в идеале нужно там побывать и посмотреть все своими глазами но пока будем анализировать имеющиеся фотографии делать наши поверхностные диванное наблюдение разберемся что мы видим на фотографиях первое грандиозное сооружение вероятно разрушена землетрясениями второе два уровня кладки внизу примитивная видно что когда-то восстанавливали тут мы видим остатки античных барельефов таких же как и в риме около амфитеатра расположен так называемый одион место где якобы заседал городской совет мое мнение это больше похоже на огромный ангар без окон и разумеется являлась просто техническим объектом несколько подземных цистерн базилик по официальной версии тут проживало несколько тысяч человек и как это они тут пищу добывали и воду ловили коз по горам и собирали дождевую воду по нашей версии тогда климат был другой и проблем с водой не было также какие никаких тысяч жителей на насосной станции тоже там где расположен некрополь можно увидеть каменные саркофаги в них прослеживается римский стиль гробницы вырезаны в скалах зачем строителям было нужно забираться так высоко в горы и строить такой сложный масштабный объект в труднодоступном месте эта крепость нет гораздо проще было бы построить подобное на ровном месте в долине но складывается ощущение что строителям той эпохи было все равно по дороге к вершине есть еще много разных других развалин еще чего-то более масштабного и это не дома жителей такое расположение мегалитических кладок еще больше порождает вопросов и так турция ждет своих открывателей а теперь давайте рассмотрим древнеримский город тимгат в африке на территории современного алжира 35 километрах восточная города батна зададимся мы вот таким вопросом почему в современной истории нет упоминаний о причинах разрушения города придется нам опять разбираться самим официальная история возникновения этого города гласит что император троян примерно в сотом году нашей эры основал этот город для ветеранов парфийской компании войны рима и парфий и сразу встает вопрос где месопотамия и где алжир почему ветеранам не остаться сразу на завоеманных территориях хорошо пусть будет так как сказано в истории а кто тогда строил тимгат в предгорьях атлантических гор это и сейчас малонаселенная территория сотнями километров между малонаселенными городами а как обстояли дела тогда неужели было мало земли что императору пришлось выделить участок на таком месте хотя историки скажут что троян опасался за свою власть ветераны могли устроить бунт проживая рядом с римом если что-то пойдет не так поэтому и расселял бывших военных на периферию римской империи на мой взгляд глупое объяснение какое-то так как военным даже бывшим положено жалование кто вообще пойдет против императора если он твой кормилец тем более при подавлении мятежей в регионах римской империи рим призывал ветеранов вернуться в строй их называли эвакаты и это разумеется оплачивалась по указам августа ветеранам положено земельный надел пригодный для ведения сельского хозяйства или эквивалентную ему сумму денег если на дел был не нужен таков пример жалования ветеранам но речь не об этом предлагаю посмотреть в каком состоянии этот римский город застали археологи ведь всем понятно что масштабные археологические работы почему-то начались в девятнадцатом веке а до этого целое столетие эти древности никому не были нужны что также странно первое на что обращаешь внимание что строение города имеют однотипное разрушение якобы эрозии и время их не пощадили но в городе никто до момента раскопок не жил не восстановил ни одного дома то есть со времени заката римской империи и до наших дней никто даже не попытался вернуться сюда и возобновить жизнь в городе даже арабским племенам северной африке это место было не интересно а как получилось что город вообще стал безлюдным фотографии тимгада с высоты очень напоминает разрушение городов во вторую мировую войну особенно похоже на разрушение хиросима и нагасаки после ядерных взрывов но это лишь внешнее сходство типичных следов ядерного взрыва тут не видно например развалины рима восстановили и используют за редким исключением да это скорее всего для туризма а здесь местные поселились в стороне от тимгада хотя фундаменты есть частично стены и даже каменные мостовые восстанавливай доживи следующая загадка где карьеры и каменоломные для строительства города может быть они имеются в горах сейчас трудно сказать как происходило водоснабжение города должен быть акведук но его нет а термы сохранились значит воды было и было в избытке далее предлагаю посмотреть на старые фотографии с видами города и подумать над деталями которые сейчас уже отсутствует передний план откопанная восстановленная часть города на заднем плане все лежит в руинах и слоях грунта видно что строение собирали уже ближе к нашему времени собрали неумело криво частично без перевязки блоков понятно что ранее это были в еще большей степени руины на этой фотографии можно оценить уровень грунта на какую глубину она была закопана светлый цвет на стенах под землей сохранилась и деревянная дверь если время и разрушала строение города то делала это как-то избирательно остались высокие стены при полном разрушении других частей здания результат раскопок справа на фотографии и на заднем плане слева еще не приступали к расчистке на фотографии показан результат явных раскопок за колоннами видны развалины в грунте а эту центральную дорогу расчистили от грунта основание колонн были под землей имеется светлый оттенок а что было выше имеет следы сильной эрозии справа на фотографии аналогичная картина основание колонн целые и светлые это процесс раскопок видно что дорога на заднем плане откопано а на переднем лежат слои грунта с камнями и эта фотография тоже подтверждает увиденная ранее нами картину части колонн которые были под землей светлые и их поверхность целая а то что было над землей со следами эрозии здесь у нас развалины здания с двойной системой полов система отопления и подогрева полов гиппокауст возможно это были термы и и главный вопрос сделаем вид что не знаем откуда столько грунта с камнями которым засыпан город культурный слой да не смешите кто разрушил город ведь по меркам той эпохи он был сверхтехнологичный есть термы они же бани туалеты каменные дороги амфитеатр то есть развлечения многие строения при этом отапливались гиппокауст это как раз римская технология теплых полов если захватили город так почему бы в нем собственно не жить однако историки утверждают что завоеватели варвары именно разрушали да так что сносили срезали дома как после ядерного удара перемешивали их с грунтом а потом еще засыпали сверху по 5-6 метров грунта не кажется ли вам что здесь мы видим последствия масштабной катастрофы будь это локальная катастрофа город бы восстановили но поскольку она прокатилась по всей земле то на долгие десятилетия не стало ни государств не их жителей но так и и и и и и